Здравствуйте! Это библейский портал exoget.ru. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Контекст эпохи Нового Завета. Когда мы говорим о основном подходе к толкованию Священного Писания, то мы говорим о германифтическом круге, который предполагает с одной стороны изучение текста, а с другой стороны переход на более высокий уровень контекста. И вот в этом уровне контекста важное значение имеет исторический контекст эпохи, в которую происходят события Нового Завета. Этот контекст важен при изучении как Евангелия, так и книги деяний, так и посланий, так и даже апокалипсиса. Поэтому имеет смысл особо отдельно рассмотреть этот контекст и его охарактеризовать. Первый век по Рождеству Христовым. Иудея находится под властью Рима, но только с 1963 года до Рождества Христова. До этого те события, которые происходили на данной территории, были обусловлены так называемым процессом эллинизации. Эллинизации называют процесс распространения греческой культуры, который начался во времена завоеваний Александра Македонского. Но уже даже после его кончины завоеванные народы воспринимали греческую культуру. Воспринимали так, что эта культура не поглощала местные культуры, но входила в взаимодействие с этими культурами, происходил своеобразный сплав греческой культуры и культур местных народов. Именно это происходило и в Иудии. На протяжении практически всего III века Иудея находилась под властью египетской династии Птолемеев, но с 200 года под властью селевкидов, сирийской династии. А в 152 году, в результате восстания Маковеев, Иудея приобретает независимость. Но несмотря на эту независимость, процесс эллинизации продолжается и имеет место. Он имеет место в весь период независимости, вплоть до того, как Рим завоевывает данные территории, и эллинизация продолжается позже, до I века по Рождестве Христовым. В чем же проявлялась эллинизация? Проявлялась она прежде всего в том, что появился целый ряд городов, устроенных по типу греческого города-государства, то есть полиса. И в таком городе-государстве граждане города имели целый ряд привилегий. Они освобождались от целого ряда налогов, от некоторых повинностей и так далее. Такими городами греческого типа на территории Иудеи были некоторые города вдоль побережья, а также города Десятиградия, которые подчинялись напрямую Риму. И вот население тех городов очень часто было нееврейским. Например, во времена Господа Иисуса Христа в начале I века в городах Десятиградия жило немалое количество отставных римских офицеров и солдат, а также торговцы с разных частей света. Поэтому в данных городах основным языком был древнегреческий язык, а не древнееврейский. И в данных городах очень часто не соблюдались законы Моисея. Когда мы с вами читаем историю о том, как Господь прибывает на восточную сторону Галерейского озера в окрестности города Гадары, то он повелевает бесам войти в свиное стадо, дабы освободить несчастного, мучившегося от беснования человека. Это свиное стадо с небольшого возвышения падает в море. Так вот, евреи же не разводили свиней. Получается, что это дополнительное свидетельство, что разводят свиней именно бывшие солдаты-офицеры римской армии, люди причастные к римской культуре, ибо римляне очень любили свинину. Римляне даже говорили, чтобы понять, насколько глупы евреи, достаточно указать только на один факт. Они, евреи, не едят свинину, которую обожали римляне. Поэтому, конечно же, процесс соллинизации очень часто означал, что культура греко-римская начинала преобладать в некоторых местах данных территорий, в Галерее, на территории Иудеи и так далее. Встает вопрос, а мог ли Господь Иисус Христос и апостолы иногда что-то проповедовать на греческом языке? Возможно, да. По крайней мере, люди, которые жили на этих территориях, они достаточно хорошо владели древнегреческим языком, ибо это был язык международный, язык знакомый и понятный всем. Но эллинизации в большей степени были подвержены жители городов. Постепенно эллинизация добирается и до столицы, до Иерусалима. И вот эта эллинизация заключается в том, что евреи, которые подвергаются эллинизации, они не отступают от своих законов, но они с симпатией смотрят на греческие и римские порядки, отдают своих детей в гимназии, а обучение в гимназии очень часто сопряжено с тем, что там поклоняются греческим богам, и Гермесу, и другим богам, например, Гераклу. И евреи закрывают на это глаза, ибо они хотят, чтобы дети получили качественное и хорошее образование, которое целится в Римской империи. Нам сегодня известно, что представители именно высших слоев еврейского общества как раз и стремились к подобного рода эллинизации. В то же время жители небольших городов, жители деревень евреи отнюдь не имели причин для подобного рода процессов, и поэтому они с подозрительностью, а иногда даже и отрицательно смотрели на проникновение греко-римской культуры в жизнь и в среду евреев. И вот в соответствии с этим разделением мы с вами видим и разные религиозные движения в Иудее во времена Христа Спасителя. Конечно же, первое и самое важное религиозное движение, на которое следует указать, это книжники и примыкавшие к ним, или лучше сказать, сотрудничавшие с ними фарисеи. Книжники – это тот класс в еврейском народе образованных, умных, грамотных людей, который возникает после возвращения из Вавилонского плена. Поскольку и персидские власти, когда Иудея была провинцией Яхуд, и потом египетские власти и власти сирийские, селевки разрешали евреям жить на основании закона Моисеева Торы, то, соответственно, Тора становится не только религиозным, но и гражданским законодательством. Это очень здорово. У нас сейчас такого нет. Представьте, как было бы замечательно, если бы 10 заповедей стали бы сердцевиной Уголовного кодекса. Ну, у нас сейчас 10 заповедей сами по себе, а Уголовный кодекс сам по себе. Хотя, конечно, некоторые вещи присутствуют и там, и там. А получается, что у иудеев не только 10 западей, но вообще вся религиозная система стала обязательной, в том числе и как гражданское законодательство после возвращения из Вавилонского плена. Как следствие отсюда, необходимо эту религиозную систему законов изучать и переписывать, копировать, увеличивать количество свитков Торы. Вот по этой причине и появляется класс книжников. Но книжники сначала переписывали, а потом стали не только переписывать, но постепенно превратились и в толкователей закона. Однако в толкователей закона в связи с светскими нуждами, мирскими нуждами. Закона как юридического закона. Например, если бык забежал на территорию соседа и сломал ограду, какое наказание должно быть для владельца быка? Какие-то случаи закон Моисеев предусматривал, но какие-то случаи не были прописаны, всего невозможно прописать. И вот задача книжников заключалась в том, что когда возникают какие-то конфликтные или спорные ситуации между людьми, найти более или менее соответствующий закон в системе Моисеева законодательства. А если непосредственного закона нет, то путем логических умозаключений привести к какому-то имеющемуся закону. И вот подобная система юридического толкования закона Моисеева получила название «галаха» или «галахическое толкование». Следует помнить, что это толкование, этот подход в понимании Пятикнижья отнюдь не предусматривал извлечение богословского смысла. Он предусматривал именно анализ закона, толкование закона с точки зрения повседневных бытовых нужд. Но это было то, что касалось каждого еврея, и поэтому постепенно книжники начинают пользоваться все большим и большим авторитетом и уважением. Они становятся, по сути дела, юристами, иногда адвокатами, а иногда, может быть, обвинителями, и от их решения зависит жизнь простых евреев. Но поскольку книжники старались следовать букве закона, то они симпатизировали той народной партии фарисеев, которая ставила своей целью досконального, буквального исполнения всех мелочей, всех деталей Моисеева закона. Итак, фарисей старался исполнить все, что повелевается, обращался за разъяснениями книжникам. А книжники, конечно же, толкуя закон, указывали на фарисеев как, например, исполнение закона. Поэтому и книжников, и фарисеев очень любили, и почитали, и уважали простые люди. Но кроме книжников и фарисеев, конечно же, был высший слой общества. И туда входило в том числе и духовенство. И вот то направление, которое представляло интересы этих высших слоев общества, мы знаем как религиозное движение суддукеев. Нам известно, что Второй Иерусалимский храм стал не только центром религиозной жизни, но также и очень важным финансовым институтом для еврейского народа. Туда вкладывали средства, он стал банком, где хранили люди свои деньги. Поэтому, конечно же, статус духовенства Иерусалимского храма также был весьма высоким. И вот духовенство Иерусалимского храма и Иерусалимская знать и представляли собой движение суддукеев. Суддукеи, как правило, разделяли точку зрения эллинизаторов. Они симпатизировали греко-римской культуре, но очень часто при этом не находили понимания среди простого народа. Особняком стоит еще одно религиозное движение в Иудее тех лет, той эпохи, а именно Есии. Есии противопоставляли себя Иерусалимскому храму. Они имели свою собственную систему ритуальных очищений. Некоторые общины Есиев в разных частях страны были целебатными. То есть они старались настолько воздерживаться от нечистоты, что даже не хотели прикасаться к женщинам. Хотя были и общины Есиев, где жили люди семьями. Есейские общины чем-то напоминали позднейшие христианские монастыри, потому что все было общее. И, соответственно, глава общины старался заботиться о нуждах каждого. А вот жизнь в общине заключалась не только в выполнении определенных работ, но и в систематическом изучении закона Моисеева. Мы сейчас знаем, что часть из найденных в середине XX века кумранских рукописей была написана в есейской среде, что дало дополнительную информацию для изучения этого движения. И, наконец, последнее движение, о котором следует сказать, это движение зюлотов. Оно было скорее политическим, но поскольку апеллировало к религиозной идее, идее грядущего мессии Машеха, то его тоже очень часто относят к разряду религиозных движений. Оно ставило своей задачей, во-первых, приготовить соответствующую базу для прихода Машеха, а во-вторых, когда Машех придет, конечно же, способствовать тому, чтобы он подчинил еврейскому народу все остальные народы. И вот что и происходит в конце 60-х годов. Под влиянием идей зюлотов евреи организуют так называемое первое антиримское восстание. Это восстание окончилось крайне неудачно для евреев, потому что оно было полностью подавлено, и храмы иерусалимские в 70-м году были разрушены, а осада Иерусалима началась в 68-м году по Рождестве Христовым. После этого евреи организуют еще и второе антиримское восстание под руководством Бар-Кохбе в 132-135-е годы по Рождестве Христовым. И таким образом и второе восстание, будучи подавленным, уже окончательно перечеркивает историю еврейского народа на территории провинции, которая начинает называться Палестина. Евреи оттуда изгоняются. Таким образом, до 70-го года, до разрушения Иерусалима и Иерусалимского храма, христиане и иудеи сосуществуют параллельно и совместно. Но иудеи это целый ряд направлений в иудаизме. А вот что происходит после катастрофы 70-го года? Посмотрите, поскольку зелоты были одними из основных организаторов антиримского восстания, то практически все зелоты были уничтожены. Есии, как пацифисты, многие приняли христианство, но в 70-м году многие из них тоже были уничтожены. Суддуки, духовенство Иерусалимского храма и другие высшие свои общества евреев, также были уничтожены во время разрушения Иерусалима. И получается, что после 70-го года среди еврейского народа остается только одно религиозное движение – крижников и фарисеев. Как раз то религиозное движение, с которым и активно дискутировал Господь Иисус Христос. То, что он называл преданиями старцев, книжники и фарисеи, раввины, после разрушения Иерусалимского храма, начинают называть устным законом. И даже начинают утверждать, что этот устный закон, в общем-то, не 200-300 лет назад был изобретен старцами, а восходит еще к Моисею, что якобы Моисей получил не только писанный, но и устный закон. В результате происходит достаточно серьезное, резкое размежевание между вот этими вот евреями, среди которых большую часть уже составляют фарисеи, и, соответственно, христианами. В еврейской среде принимаются жесткие законы против того, чтобы евреи не могли контактировать с язычниками, но, как говорят современные исследователи, законы эти направлены прежде всего против общения с христианами. И вот этот иудаизм, который возникает после 70-го года, иногда в научной литературе называют раввинистический иудаизм, потому что только одна партия, только одно движение, которое до 70-го года было наряду с другими и формировало иудаизм вместе с другими направлениями, теперь именно это движение и является основным и доминирующим. Мы с вами знаем, что вот эти вот устные предания старцев постепенно кодифицируются, оформляются в виде Мишны, это конец 2-го, начало 3-го века, затем Иерусалимского Талмуда 4-й век и Вавилонского Талмуда 5-й и 6-й века. Ну а, соответственно, христиане после 70-го года начинают уже жить своей собственной жизнью без оглядки на раввинистический иудаизм, и, соответственно, формируется уже и христианская церковь, и христианское богословие в их полноте. Мы с вами знаем, что Иоанн Богослов, когда пишет свое 4-е Евангелие, уже не оглядывается на возможных кандидатов на присоединение христианства числа иудеев, но уже воспроизводит все теоретские речи Господа Иисуса Христа, которые Господь высказывает против иудеев. И вот очень важно помнить эту трансформацию, потому что тот иудаизм, который существовал до 70-го года, мы обычно называем иудаизмом периода второго храма. Это была именно ветхозаветная религия, ветхозаветная церковь, ибо совершались жертвоприношения, исполнялся обрядовый закон Моисея. И с нашей христианской точки зрения, после 70-го года церковью является уже церковь, новозаветная церковь христианская. И вот, помятуя об этом, мы с вами смотрим на современных иудеев, уже не как на ту религию, которая была в ветхом завете, но на иную религию, на раввинистический иудаизм. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.